Параллельно с моим изображением будет показано официальное видео с Палукси, Ривер, Техас, где были обнаружены следы динозавров и, возможно, следы гигантского человека. В видео участвуют официальные научные работники США, то есть это археологи и палеонтологи, возможно, даже геологи, которые проводили исследования на этой реке. Мало известно видео, но хотя иногда оно встречается в интернете. Как я уже говорил неоднократно ранее, только машина времени может дать все ответы на все вопросы. Как оно было в прошлом, на самом деле, о самой древней истории мы не знаем. Достоверно мы знаем примерно с 2000 года до н.э. По сегодняшний день, в принципе, все как написано в официальной истории. Я думаю, в принципе, все приблизительно так и было. Конечно, могут быть небольшие отличия в деталях, но особо большого развлечения нет. Все, что напишено в официальных книгах по истории с 2000 года до н.э. по сегодняшний день, в принципе, я думаю, все примерно так и было в общих чертах. Третья часть видео будет продолжение моей работы «Следы гигантов» в трассе Соф-Геанс. Ну, как бы я покажу еще больше различных фотографий, которые как будто показывают следы гигантов в различных уголках этой планеты. Я уже говорил и во второй части, и в этой части видео скажу, что никто не исключает, что возможно, ну, огромное число это фотографий, совпадения, ну, различные совпадения, игра природы, следы эрозии, выветривания и различные факторы. Ну, там, геологические процессоры и все другое. Но даже если бы хотя бы 1% этих фото, или там 1 десятая, или 1 сотая, или 1 тысячная процента этих фото, правда, ну, настоящая правда, реальный факт, то с большой уверенностью можно сказать, что мы бы могли уже начать переписывать историю, все, что тут происходило в прошлом, в древнейшем истории этой планеты, в конце каменного и в медном веке, в начале бронзового века. Вот, что я хотел лично сказать, поэтому в этой части видео будут показаны бронзовые топоры, которые обнаружены на острове Крит, и они двуручные топоры, ну, их навершие из бронзы, и они гигантских размеров. Официальная наука утверждает, что это топоры церемониальные, якобы использовались только в ритуалах, и никто ими не пользовался. А визуально видно, что некоторые топоры имеют следы из носа, то есть ими кто-то что-то рубил. Причем этот кто-то должен быть гигантских размеров, 3 метра и выше. И, ну, кто его знает, опять-таки? Просто приведу факт, что такие топоры есть, и некоторые топоры имеют следы из носа. Я покажу фотографии их из музея официально. Относительно недавно в Боржомском ущелье были обнаружены, следы гигантов, вернее, кости гигантов. Было это в 2011 году, если память не изменяет. Все это показывали по всем официальным телеканалам, и Грузии, и России, и, ну, и многих стран мира. У меня есть фотографии, у меня есть даже видео это, что нашли. И вот первый вопрос, и где сейчас эти кости? Вы слышали об этом, хоть где-то позапоследнего, с 2011 года по 2020 год? Прошло 9 лет. Где сейчас находятся эти кости? Об этом гробовая тишина. И если вы сейчас обратитесь в какой-то музей, ну, например, то ли Грузии, то ли куда их там отправили, вам скажут, костей нет, пропали, исчезли. Ну, обычный ответ. Как они обычно отвечают? На кости-то нашли, и официально утверждали, что кости гиганта до 3 метров в высоту. Обнаружили были в Боржомском ущелье в Грузии. Согласно местным мифам и легендам грузинским, ну, и народов Кавказа, это якобы нарты, там люди очень древние, высокие, которые со временем ушли под землю. И вот вопрос. Где сейчас находятся кости этого гиганта с Боржомского ущелья? Обещали, что будут проводить полномасштабные экспедиции, раскопки в Боржомском ущелье. Вы хоть слышали что-то об этом за последние 9 лет? Гробовая тишина. Тише воды, ниже травы. Больше вы об этом никогда и нигде не услышите. Кто все это скрывает, и почему все это скрывается от людей? Вот мой вопрос. Причем у меня есть и видео оттуда. У меня есть и фотографии скелета этого гиганта. И вот дальше, прошло 9 лет, вы хоть где-то по каким-то своим телеканалам, где-то вы слышали об этом, продолжение этой истории? Нет. Где эти кости делались? Нет. Причем об этом говорил грузинский академик, ну, кавказский академик Авесолум Векуа. У меня есть его видео, что он подтвердил, что кости гиганта. Вот лично, что хочу добавить от себя. Вот говорят, мол, гигант это выдумка, такого быть не может. Так вот, нашли уже трехметровую кость гиганта. И что? И чем это все закончилось? Это все скрыли, спрятали. Где это все находится, неизвестно. Если вы сейчас обратитесь в любой официальный источник, музеи там официальных, науки, они скажут, ничего нет, все пропало. Вот обычно их такой ответ. Ничего нет, а было ли, неизвестно. А если было, то все пропало. Все. И больше об этом вопросы не задавайте. Вот что официальная наука, по крайней мере, часть ее говорит о гигантах. То есть гиганты все-таки были. Кто в том, что не говорил. Хотя я уверен, что даже видео найдутся, что, мол, это все сказки. Такого быть не может, потому что быть не может. Потому что таких высоких людей быть не может. Ну как они говорят? В завершение к этому видео я хотел бы добавить, что, конечно, я еще буду продолжать делать видео на эту тему. Но если буду находить более новые истории, ведь все-таки археологи, ну не только археологи, в основном энтузиасты, ну есть и археологи официальные, конечно, тоже, проводят раскопки. И не исключено, что где-то, может быть, еще найдут какие-то кости какого-то очень высокого человека, примерно 3 метра, 2,5-3 метра, может и больше даже метра в высоту. И может где-то всплывет такая информация, может где-то в какой-то там прессе покажут эти фотографии, ну там, что нашли. И, конечно же, я буду стараться публиковать и дальше видео на эту тему, если буду находить какие-то, ну вот, какие-то источники информации. Также может, ну, подписчики моего канала, может, ну, те, кто подписан на мою страничку в Facebook, может, они какие-то предоставят какие-то фотографии, какую-то информацию, что они нашли, либо они сами, либо их знакомые, либо там, они нашли эту информацию в интернете, что вот в какой-то стране мира нашли кости гигантов, или какие-то гигантские захоронения, или какие-то древние гигантские там гробницы, или гигантские мегалитические блоки циклопических размеров. То я, конечно же, буду продолжать публиковать информацию на эту тему. Все остальное вы увидите дальше в видео. Всем спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!